Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 По крайней мере, расстояние между вот этой восьмой и следующей, и первой шестнадцатой, и здесь, между второй залегованной нотой и шестнадцатыми вот этими, сделаем небольшие цезуры. Смотрим, пока рука не готова, не играем. Делаем цезуру. Готовим руку. И тогда получается постановление. Пробуем. Пока рука не готова, не играем. Готовим. Дальше. Вот. И дальше, в процессе обучения, сам. Вот то движение, которое ты делаешь, надо минимизировать за счет того, что ты не только один пальцем это делаешь, а вот если он тут. Каждая нога взрывает, его почувствует. Вот здесь, на этих пальцах. Давай сейчас попробуем. На твоих пальцах это показалось. В принципе, основа уже хорошая. Смотри. Так. Потом. Дальше. Дальше. И вот. Рука. Готовим. Рука. 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 Да, 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 меньше скучка на каждую из этих ног, а вот эти можно начинать уже не от самого конца, а вот отсюда, чтобы меньше скучка, блин, было на отдельные стаккатные ноги, которые у нас. Вот, молодец. Блестяще, все, вот основа уже положена. Дальше ты уже нарабатываешь вообще очень в нашем деле очень важное время. Буквально, вот мы можем с такими цистурами учить, но вот с каждым подходом, вот ты по цигналу раз пять или шесть, где вы с тобой в этом будете получаться. Дальше, грубо даже по метроному, ты буквально три деления повышаешь скорость, да, и немножко быстрее. Потом перевоешься в этот темпе, потом, соответственно, еще чуть-чуть подвигаешь метроном, да, в сторону ускорения. Очень медленно, не спеша, в минимуме, в смысле, количество делений, да, не так быстро, чтобы не было, знаешь, что ты сразу на 20 делений прискочил. И сразу, а-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это ничему хорошему, как говорится, не придет. Потихонечку, постепенно двигаешься в тому темпу, который будет тебе нужен, понимаешь? И тогда это потихонечку будут приносить свои плоды. И дальше, когда ты дойдешь в занятие, да, самому быстрому темпу, который ты можешь в этот день, обязательно возвратиться к темпу чуть-чуть помедленно. Почему? Потому что немножко забалтывается уже, когда человек на пределе играет, уже рука начинает зажиматься, какие-то нитья ощущения схватывают, и где-то уже что-то, что называется, замыливается. И поэтому обязательно надо возвратиться, хотя бы еще на отделение два назад, нейтрономом, и потом даже еще, где-то еще чуть-чуть помедленно, чтобы спокойно там лежалось в руках. И самое главное, что ученик в этом случае всегда успевает услышать то, что он делает. Это крайне важно. И заканчивать занятие на особенных руках, и на свежих голове, и на свежих ушах в этом случае. Так, дальше, мы теперь положим, мы прошли. Дальше, то же самое, давай, вот, подсуму у нас. Пам-па-па-па-па-па-па-па. Можно чуть-чуть, 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 и вот отсюда, да. Очень хорошо, очень хорошо, только вот в какой момент. У тебя не всегда рука успевает подготовить следующие струны. То есть, когда ты играешь... Еще раз, только с самого начала, до клана. Еще раз. Посмотри, как мне рука какается. Видишь, уже она суда. Вот этого элемента немножко не хватает, получается. Немножко неуклюже и в любой момент может зажаться, что, в общем, в какой-то мере происходит вот на этих двоих минутах. Ну, давайте еще раз. Нет, нет, ты как вел, так и иди. Просто рука опускается, не теряя вот это движение сюда, она готовит другую струну. Давай. Вот самое главное. У меня... Какого бриката, да? Может, хватит, да? Играть и так. Почему идея смыслов попросить ее несколько раз сыграть, что ты... Вот это движение... То же самое. Вот как будто бы на одной струне играешь. Ну, сыграл так. Вот то количество, которое на смычке. Ну, видишь, он горявый становится. Много смычка. Это лучше. Это лучше. А теперь, чтобы... То, что мы с вами вначале делали. Нельзя. А зачем с вами на первой ноте? Ты пытаешься завести стакан, правильно? Только, чтобы его завести, надо всегда следить за тем, чтобы первая нота не была с таким количеством слишком. Нет. Вот, довольно-таки хватился слишком. Давай. Хорошо. Первая нота взяла для руки, а этот стол пальцами опять. Лучше, 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 лучше. Так. И ровно. Молодец. А теперь вот это же движение сохранив. Рукой перемещаем. На другую сторону. Вот. Вот это ощущение должно быть. Как будто ты играешь на одной струне. Вот этого надо добиться. Понимаешь? Вот. Правая рука, стрель продолжает делать свое дело. А рука переводит его на другую струну. Ну, конечно, естественно, мы, наверное, помогаем кистью, не только рукой. До свидания. После Си соль, у нас, естественно, кисть тоже немножко помогает. Но это надо минимизировать для того, чтобы продолжить вот это самое движение, чтобы было комфортно его делать. Понимаешь? И иногда он получается легкий и непринужденный. И везде одинаковый. То есть все ноты получаются абсолютно одинаковыми. Не зависит от струны. А дальше уже мы уш-кушками это корректируем. Исходя из того, что у нас получается, что Ре струна потолще, чем Ре, да? Соль струна толще, чем Ре. И поэтому везде надо много усилий. На самом деле все усилия приходят вот на эту струну. Но мы не подходим ближе к колонке, и здесь нам гораздо легче делать этим штрихом. Он легче придется. Поэтому выяснить, что ничего особо делать не надо. Понимаешь? Дальше. Дальше. Теперь подойдем к аккординам. Давай. Стоп-стоп-стоп. Каким же варианты играешь? Кто здесь первый? Ага. Кто здесь по-другому где написан? Нет, я не нормальный. Вот так. Вот так. Берешь ногу. Вот так. Как будто чуть-чуть выкнули на первую парню. А чтобы мягко взялась. Двая нота. Другой стране. Вот это показательный парчик. Как будто бы закрывать. Сколько мягче становится. Попробуй. Это хорошо. Так. Ага. Только. Вот это. Несколько раз попробуй, чтобы он... Нет. Ты понимаешь? Ты всей рукой должен достать. А я рукой наполовину только делаю. Смотри. Остальное движение. Видишь? У меня кисть отрабатывает. А у тебя она стоит на месте. Лучше. Посмотри. Вот. Субавка. Почти прямая. Вот таким крючком делаю. Крючок тебе пригодится. Вот здесь. Вот. Просто. Да почти было. О! Широк. Раз сложно. Только следи за ним. Понимаешь? Вот так, когда на соль струне конец смычка наверх. Это неправильно поставить. Самый красивый звук у нас ставка там. Скажу более лица от поставки. И не надо бояться. Знаешь чем? Что? Вот так. Вот так. Если мы переводим на эту струну, чтобы не вот так конец смычка задрался. А вот это. В другую сторону. Во-первых, состояние уменьшается. Вот так. Во-вторых. Во-вторых, меньше энергии приходится тратить. То есть, берется и вообще в аккордовой технике. В данном случае, можно рассматривать как аккорд, может как отдельный нот, потому что аккорд будет дальше. Но в принципе тот же самый. На соль. Видишь? Не обязательно отсюда убить на соль. Вот. То есть, по струне соль параллельности смычка оставить на ля и ре. Ну, он чуть-чуть так же сам. Пойдем, а не на соль. Попробуем. Это очень важный момент. Не на. На соль. Ну, по лицу. Вот, это кручен. Браво. Только очень осторожно. По мне, ну это у них бывает, вот в этом возрасте, чуть-чуть указательный палец излишне далековато от среднего. Ну, пока он так не способен сыграть, пусть играет, но в процессе обмучения чуть-чуть, скажем, там, тремя месяцами, хоть на пару миллиметров ты его сюда сдвигайте, потому что это так более зажатые положения, понимаете? Потому что так вот, так более свободна будет рука и сами, вот чуть-чуть, вот именно указательный палец, здесь у него с остальными все в порядке, вот чуть-чуть, буквально, и то не беру сердца, потому что звучит у него хорошо, и здесь ломать и требовать, чтобы он что-то делал радикально, ну, ни в коем случае нельзя, вот чуть-чуть, очень осторожно, потому что все, главное, на месте. Так, давай дальше у нас А. А теперь. Тебя неожиданно гряло, вот этот путь, и его зацепить. Что можно сделать? Перед тем, как начать звук, спеть, подвернуть, вот рука прошла в эту сторону, вот, да, и идти сзади, и идти сзади, и идти сзади, и идти сзади, и вот она и возглавляет. Я думаю, что здесь пауза, та, ла и пауза. Да, молодец! Ну, просто роскошно. И дальше, соответственно, догадался. То же самое здесь. А теперь уменьшить расстояние. Та, ла, па, 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 в таком месте. Раз. Прекрасно. А теперь, что еще, вот, единственная задача, здесь нам придется смешок, немножечко пройдем, да? Чтобы оказаться, и проделать надо так аккуратно, чтобы, чтобы не было разницы. А, рам, пам, па, вот так. Вот так, да? Или длиннее, или, или грубее, или резче. Вот в этом, вообще-то, вверх музыкальности, если ты артикуляционный вот эти все тренок, то си, вот это, ре, си, фа, бега, ре и ми, называются нижние вот. В ми, до сыграешь абсолютно одинаково по длительности и по штриху. А при этом на последний перенесешь руку свой, туда, где ты будешь играть следующий штрих. Попробуем. Не перенес, руку, ты все сделал? Да, да. И дальше. Последний, не пожелаю, только. Здесь сменчонка не поднимает. Поставь его на столе. А, ты же с другой части, конечно же. Вот. Ах, мы же уже горели. Вот здесь, а дальше, наверное, самое, что мы с тобой делаем, как-то. Учитывая, что только одна нога у нас на ля-стуне. Нет. Не надо руку перенесить сюда. Это чуть-чуть. Давай. У меня не готова рука. Здесь вся работа. Лед-стуну. Надо успеть повернуть. Через паузу. Вот, приготовим. Нет. Вот чуть-чуть, конечно. Чуть-чуть. Даль-стуну. Буквально сделал. Даль-стуну. Ну, чуть-чуть намекнул, конечно. Даль-стуну. Мокаточек-то довели. Вот. На буквально... Миллиметр. Миллиметр. Буквально. Все. Да. С этим аккордом разбираться будем. Пошло вот это самое. Вот это самое непростое здесь. Сыграй-ка отсюда. Понимаешь? Если честно, то тут... Ты немножко здесь халтожды делаешь. А вот это соль. Соль. Да. Соль. Вот тут надо. Вот этот пальчик, вот этот, он нам огромный поможет. Смотри. Вот так, потом. Чуть-чуть его закрываешь, но не до конца чуть-чуть. И... Видишь? Вот так правильно поставить. А не вот так. Да. И теперь все-таки пустая струда. Нижняя, не здесь. Когда она будет резко. Вот. У нас абсолютно правильно играть. Ближе к подставке. Учит. Потому что лучше звук. Но когда мы берем пустую струну. Зачем? Тогда можно... Вот он. Возьмете задание так же лукой и яркой. И здесь тоже пустая струда. Ну. Вот исключение для пустых струн. Когда нужно сыграть достаточно ярко, не обязательно играть здесь. Вот здесь. Может сыграть не здесь. Получится более культурно, более красиво. Звук. Поехали. Вот. А теперь добиться, чтобы минимальное количество смычка попала. Вот там уже 9 назад надо возвращаться. Понимаешь? Вот. Молодец. Так. Ну, а теперь давай другие вопросы подходит. Вот это действительно то же самое, что у нас было. Что ты хочешь... Ты мне сказал вначале, что ты хотел тебе показать. С какого места ты дальше хочешь показать? Что тебе здесь? Наиболее актуально. Так, понятно. А здесь уже ты сам сможешь сделать. Потому что нам надо оставить деньги, чтобы на другой посмотреть. Ну, давай. Пока. Ну, давай. Поехали. 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 Так, давай, так. С это раз начнем, а потом выразим спиндрычный. Да, смотрите. Видишь? Так же рука должна готовиться. Не только это сложное заключение в том, что здесь нет паузы. То есть в тот момент, когда рука доедет здесь, в эту сторону, вниз. Играем, пальцы идут в руки, как в эту сторону, а рука уже пошла обратно. Вот так. Спиндрычный спиндрычный в таком положении. Видишь? Правильно? Угу. У меня буквально один-двук только. Не так. Ага. Видишь? Вот эти пальцы у нас отвечают за это. Ну-ка давай по ряд, в третий спиндрычный в руки и два пачка. Видишь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ага, во-во-во. Давай. Давай. Вниз. Понимаешь, надо искать прыгающую часть мешка, которая сама прыгает, пи-мис-как, а вверх буквально так. Вот, вот, смотри, что у тебя получается, у тебя смысл только вихле, да, а у меня, может и вихле, или так, степень, да. Это слишком близко к колодке, надо брать часть свечка, в которой она сама прыгает, то есть где смычок поможет прыгать, здесь не как хорошо, вот эта часть, слишком близко к колодке, а обычно это где-то вот на стыке вот между второй, третьей и серединой где-то вот это ищется, иногда чуть ближе к колодке, иногда чуть дальше, ну не дальше, середина, конечно. Обычно чуть-чуть, чуть-чуть ближе к колодке от середины, а мы используем тоже где-то часть. В общем, пробовал твой свечок, чтобы найти, где он сам наибольше прыгучески имеет. А теперь сам настой, вот это. Кто-то принес у нас букеринесение, да, у нас тоже такая неправда. Вот, не очень чисто, извините, я его давно не играл, наверное, так уже с десяток лет, но, в принципе, вторая нота должна соединиться с третьей по звуку, то есть без паузы. Как в арпиджиорде потом. Одинаковые шли. Ему в этом смысле в чем-то сложнее, потому что он двойная нота, а в чем-то легче, потому что он не такой изящный в стилистическом плане, потому что он двойная нота, а там одинарная нота. Примерно. То есть здесь в каждом случае свои задачи, свои плюсы и минусы. Давай. Соедини вторую ноту, вторую нота, с той, которая куда-то длинной верзочкой, без палок. Так, нельзя. Пальчики дамортизируют, видите, все это. И кисточка тоже. Давай. Это правильно. Вот, хорошо. Вот, когда вот ты, где-то, где-то нот пе. Это слышно. А если не чувствует. Вот, вот здесь сейчас хорошо было, сам почувствовал. Это основа, я не говорю, что это хорошо было, это правильно было. Вот на этой основе это надо делать. Теперь давай спикатик. Смотри, сразу остановлю, да? Все правильно делаешь, это дизельнат д'эташе учится, в меньшей стиле мы учимся тье, но все равно. Видишь, что я делаю? Я очень маленький эрестейдинг делаю, при переходе со струнного струна. Я могу отриарить, опять же, работать вот эти поясы, в первую очередь. И на разные три кисти, смотри. У тебя вроде развит, но не прыгает. Специальные гранили ритми, чтобы показать тебе, что я владею штрихом в любой, как бы, ритмической консерванции. Я могу задураться, если могу уметь, могу быстрее. Значит, чего это достигается? Чтобы это не все. Я не знаю. Надо найти такое соотношение. Вес руки с сочетанием, как мы определились на пальцы, чтобы было удобно. Удобно играть, чтобы вес руки всегда присутствовал, но в то же время мы его немножко снимаем. Даташе. Например, если вы даташе, у нас кисть более опущенная. Так. А теперь то же самое. Раз, чуть-чуть приподнимаешь руку и кисть вместе с этим приподнимаешь. И получается из ума звука или из ума штриха. Пробуем. Даташе. Срекционалист. 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 Я понимаю, что для тебя может быть инструмент немножко великовато еще пока. Я, кстати, недавно на него перешел. Это вполне естественно. Поэтому рука, мне часто говорят, дайте инструмент, там, так. Если человек еще не привык к этому, вот у него, да, то есть если надо дать инструмент меньше или часто при переходе говорят, что у ученика очень высокая правая рука. Ну, если он не выдадится еще пока, ну, что же приходится делать? Приходится пока терпеть, пока он растет, чтобы руки не установились в должном положении. Ну, все-таки, рука то рукой, пожалуйста, лох может быть высокий на данный момент. А вот и кисть, и все-таки приподнимаешь. Пожалуйста. Даташе. И вот, учись уходит. ��os Вagy А теперь он самом ответственном моменте здесь. Тоже самое чтобы сама прилетела, пошли вот так. Поймите А теперь я не за ритм. То есть не в ритм сейчас так делаю. А вот я пытаюсь Вот detache И ты говоришь, вот, положил руку, вот, положил руку, а теперь еще честно, чуть-чуть, а за этим вместе кисть в таком. Я вижу, как это самое, как гэтажик, прошел. Ты лучше стал, понимаешь, у тебя получается такой руководитель, который называется Марк Леви. Только обычно он играется в верхней части, да? То есть он работает. А у тебя, он нижний. В принципе, тот же самый строй. А у меня не Марк Леви. И опять, с чего я начал, это максимально близкое расстояние между струй. Ведь когда играешь на сродствовании, рука должна быть максимально близко к этой части, чтобы взять спокойный расстрой. Но это отдельный разговор, чтобы сначала давай разберемся с этим. Вот видишь, кисть, как она такая. Смотри. Окей. Вот такой получается. Давай. Работает кисть. А теперь. Вот смотри. Вот ты сейчас пальцами все правильно тогдаешь. Но у тебя пальцевое движение первичное. А ну и что? Кистиное движение. Пальцы так же работают. То есть внешне они так же работают. Но начинает это движение рука. А точнее кисти больше. Вот именно кисти. Понимаешь? Вот смотри. Ну-ка давай вот без смычка мы с тобой. Возьми смычок у него. Вот. Вот. Видишь? Вот основа этого штриха. Вот когда ты даже это играешь вот. Понимаешь? А вот. Чуть-чуть поднимается рука и вот это. И вот этот элемент он используется. Понимаешь? А пальцы уже играют ту самую роль, что они амортизируют и не дают куда попало. Тут правда не видно, видишь, меня. Затерять рука. Давай. Даже интересное испытание, потому что быстро получил 100. Хочется посмотреть, как здесь получше. Уже два штриха практически. Основа. Есть первая лучшая. А за двадцатыми ногами, которые, ну, я имею ввиду, делегатный геопель. Свободный кисти. Вот, 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 вот. Замечательно. Ты понимаешь, да, о чём ты говоришь. И всё время чувствуешь всё-таки, что ты не одна кисть, а где мне пальцы один, а вот отсюда всё чувствуешь. Курс она поднимает несколько и даёт меньше звука, да? Она может опускать. Курсы больше. Вот эти слухи. Но он все это нужно. Это такой полный нормальный. Потому что всё-таки вся наша игра идёт отсюда. Вся. А это уже помощники наши. Да, мы можем иногда ими больше. Даже больше не включать. Мы можем даже иногда хитрить. Особенно в музыке бах. Там иногда пальцевые движения в каких-то редких случаях они являются первыми случаями. Потому что по-другому невозможно. Но это редких случаев. А всё-таки 99% будут всё отсюда. Пусть миллиметр, но первично это. Потом здесь может быть 3 миллиметра, когда там раскрывается голову. Здесь может быть там 4-5, а то и сантиметра. Но вот за счёт этого будут появляться необходимые свободы и естество выборе. Понятно, да? Ага. Ещё что вы посмотрите? Ага. 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 Во-первых, ага. В конец смычка не должен… Нет. Нет, не в конец смычка. А конец смычка опять у тебя вот туда. Когда играешь по трём струнам, всегда параллельный смычка определяется по нижней струне, когда вот быстро приходит. Ага. Они настолько неряшные сразу, потому что эти две струны гораздо более тонкие, они и так возьмутся. А тут эту струну нижнюю, она толще, ей труднее развиблировать звук тогда, когда струна не привыкла, тогда у нас звук появляется, правильно? Вот, вибрация струны, она определяется. Для того, чтобы звук появился, можно струну развиблировать, правильно? Чем толще струна, тем труднее это дело. Поэтому рука стоит в положении, смычок стоит параллельной подставки этой струны, а другие струны берутся с минимальным расстоянием, понимаешь? У тебя и нижняя струна плохо берутся, понимаешь? И две другие видны. Ну-ка, еще, еще. Оп, оп, оп. Опа. Молодец такой. Хорошо. Вот тут опять работает вот этот, главный палец. Нет, потом, конечно, в качестве упражнения. Вот так это сделано. Как ни странно, больше опора на нижнюю ноту, верхнюю, снизу взять верхнюю ноту, в таких случаях, гораздо легче, чем наоборот. Вот тут, в той же бакарской цвитке. Так лучше, чем вот так. Чем клюя доставая нижнюю. Нет, лучше наоборот, он где-то на серединном положении между двумя струнами соль и ре. Запоминаю внимание, я понимаю, что здесь трудно, но мальчишка голова с ней, поэтому здесь все должно получиться. А это вот. Кисти, кисти наоборот. Вот это не, почему? Ну что же, что ли, в ноту не играли? И маленький смирный, потому что там пьяно, у нас стоит. И небольшая люка, правильно? И рудрипьяно, ну да мэтсопьяно. Ну, если уж уж тоже очень много, я не рудофорка. Даже до мэтсофорка. А дальше сложнее будет. Пока, вот это давай. Ну-ка пальчики, пальчики, сюда. Сюда. Вот, вот, вот. Куда кому смешно смотрит у нас? Вот, 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 вот. Здесь работает все равно, посмотри. Доставай вот эту ноту, смотри. Вот эту ноту, и, посмотри. Помогайте здесь, да? Давай. Опять, на самом деле. Не звуком, а с лесом. Давай, 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 давай. Это качество тренировки, конечно. Ну, давай, если сейчас можно, смотри. Цена этого качества. Пропал. Ты сам, ты слышишь, это лучше звучит? Так, это первое. А теперь нормальный пальцы ставьте и делайте свои вещи. Вот отсюда. Который до форта подел. Комендарь. 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 Смотри. Больше скучка, а не меньше прыгать. Так, за счет его палочек, извини, очень чистый. Комендарь. 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 Почти не прыгай, я он сам. Комендарь. А за счет активности смычка и быстроты. Он даст исполнение эффект штриха. Давай. То есть, когда мы делаем вот крещенто на спикато, на сетие, можно даже в самые моменты, когда мы выходим на кульминацию, практически играть атташе. Ну чуть-чуть оно будет артикулироваться, конечно, но штрих сохранить здесь не так обязательно. Давай. Да нет, опять-таки, опять-таки, опять-таки. Так, следите резонутый верх, пожалуйста. Все очень хорошо, только вот вверх. Давай. Давай. Вот как-то странно, понимаешь, иногда оно таки разлучает, а иногда я даже трону. А нет, смешка! И вырабатывать кисть, смотри, вот это напряжение. Не со струны-струны, а, 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 а. И так, а, 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 а. Получается, не решена, зажатая кисть. Она, в какой-то мере, зажата потому, что мы переходим струну на струну, но она не рожала к мертвых. А у тебя она мертвит, она вообще не петель цепа. Давай. Это сейчас лучше. А вот теперь выше вообще, я не знаю, для этого возраста, стоит только начинать, переучать. Надо сделать так, чтобы не было. Одна нота скричит, вторая не звучит. У меня струна, она тонкая струна. Значит, может чуть-чуть ослабить. А это у нас чуть-чуть не звучит, а это у нас хорошо резонирует. А он сделает ушками так, чтобы все ноты были ровные. Чтобы ни одна из них не кричала и не так. Хорошо. Значит, смотри, теперь что получается. Что нужно учесть? Это на дальнейшем. Чем выше диссертуры, тем громче звучит нота. Чисто акустически. Это надо тоже учитывать, когда занимаешься. Понимаешь? И чем ниже нота, тем она хуже звучит. То есть, если у тебя нет крещены, то ты пошел играть. Здесь мусор скрещены, а ты не хочешь. Значит, надо регулировать. Вот. На одной динамике мусора. Вот попробуй тут и сами сделай. Молодец! Вот всегда помню вот об этих некоторых деталях и нюансах. Так, что в этом еще есть что-то? Ага, давай. Я призываю, что я не успею ногами попер, я из-за этого вот такая так вынуждена. А в целом, основа хорошая, только понять этого. Так. Вниз. Вот это зацепило. И дальше рука быстро пошла вниз. Спологу. Видишь? Я давно, просто, я давно таким трехом не пользовался, но вот принцип очень простой. Тоже самое. Взял и, оп! Приготовил руку. А. То есть не руку даже, а кисть. А руку. Приготовил к тому, чтобы она пошла вниз сразу. Потому что даже успеет. И тоже потом, давай. Вниз. 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 Когда играешь. А, вот что дело. Смотри. Когда ты сейчас делаешь этот клеем, ты поднимаешь здесь. Вниз поднимается. Видишь? Тоже было. Вот, это лучше. Давай играем. Вниз. 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 Все хорошо. Только не хватает вот чего-то. Смотри. Вот. И тогда вот, когда он такой положит на тебя. Вот. Оп. Косочка. Мало. Смотри, что есть. Айдам. Вот. Браво! А теперь. Делай уже гибрязь. Конец. Мы что-то там рассмотрим. А знаешь, сколько концерта получается? Потому что ты не используешь прыгнуть через конец. Ты смешешься к коробке. Буквально на несколько сантиметров. Если ничего поможет, сам с вами прыгнет. А ты сможешь вот так и прыгнуть. Все остальное в порядке. Давай. Это с ним. Вот. Самую сильную часть. Далеко в середину шел уже. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот он. Сейчас пока так не надо, да? Это когда полностью слышал, как играл до этого в этой части и основывал на месте. Это оставь, а потом потихонечку, чуть-чуть, по миллиметрику, по сантиметрику, подкатить чуть-чуть ближе к середине, чтобы сынчок сам прыгать начинал, не теряя того движения, которое ты наношил в руке. И того, что не хватает. Еще что у вас? Ну, что-то все. Все. Давай. У нас неоградили себя два, так называемый, да? Лучше. А мы тогда точно успеем сделать с тобой? Ну, осталось 15 минут, либо одно, либо другое. Что тебе актуально? Я думаю, когда живу лучше. Живу лучше. Смотри сам, как тебе удобнее. Ну, давай. Заключаем. Заключаем. Пока так. А что по этой части? Начни. Как один ангел? Ну, сколько? А ты как выбираешь? Ну, сколько. Уже хорошо. Да. Да. Другие. Ну, только хорошо, что ты сыграл. Вот у тебя здесь так было, а ты сначала так сыграл. А сейчас по-другому игроку. Да. Даже что здесь? Все в порядке, в принципе. Но всегда опасность такая. Ну, так, либо. Раз. Раз. Что нужно? Беречь. Начнем делать. И поднимать узкую вот кисть. Это самый главный ритм. Та-ра-ра-ра-ра-та-па-па-па-па-па. Раз. Только два такта идти. И эта кисть не работает вообще. Что такое живу? Танец. Какой? Матросский. Матросский. Правильно. Какой? Активный? Такой, простонародный, да? Ну, и где характер? На-на-на-на-на-ни-ни-ни-ни-ни. И разные ноги, да? Или та-па-па-па-па-па. Ну, куда? Ну, акцены делать не надо. Понимаешь, активное начало звука — это не всегда акцены. Э-де. Конечно. Ты не знаешь, этоёт, же музыка? Какой? Наверное. Ну неожидан. Они должны будут вот отсюда Вот ровно запускаем Видишь, первый звук По ней Крещенную Вот, ни одной вилки, ничего Вот так держи Давай Все прекрасно А дальше опять кисть у нас не работает В низком ее не лент, если не опускаем Вот здесь, здесь Нет Сейчас подниму Даже расстегну Как следует Извините, может это не презентарь Но В низ Вот И кисть здесь Иди по жестке Я тебе покажу, как кисть должна опускаться Давай Я тут просто сзади тем, чтобы кисть опустилась Потому что шарковый звук противный Вот здесь Кстати, тут сзади Не заорала Не заорала Некрасиво Струна ля Не надо их Вот Потом чуть-чуть опустишься Когда будут колодки Видите, я имею в виду Вот, видишь, вот тут Вот она, естественно, первое средство Тем более ля струна Открытая, любая струна Она всегда звучит ярче, чем другие ноги Т.е. я на нее жму меньше А потом прижимаю А звучит ровно А вы не делаете хрещен, потому что едут с мячком Получается, не помни? И руку припятать Чтобы успела Еду слишком далеко На ля струна Та скорость, которую получаешь На ля струна На ля струна Та скорость, которую получается На ля струна А зачем ты делаешь пау А зачем ты делаешь пау Ты сейчас подпрыгнешь Там точка стоит На ля А зачем подпрыгнешь Соединять Не, не соединяешь Ки-я Взял вот так Ля должна соединиться с си Да-да-да И за счет этого Ты опустишь кисть И дашь необходимый толчок Артикуляционный Тогда получится Не акцент А хорошая артикуляция Характерная для жили Да? Давай Да ты хорошо Молодец Пока так Пока так И береги смычок Но красивый Мирский красивый Получается Вот 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 так Пока так Давай Дальше Дальше Научиться Долго Сыграй так И все Вот Вот ровно 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 А мальчик рассмышленый, получается вот что, что все это надо делать и в том листе, тем количеством смычка, которые у тебя будут. Как всегда смысл? Там мы пройдемся. Зачем? Давай. Дальше не надо, я говорю, это потом, разделим. Все, меньше смычка вниз. Вот, а теперь, пожалуйста, сразу сыграть со второго такта. И только да, пап, и больше ничего. С такой мертвякистый, да? Низь кисть, пожалуйста, пусть. А здесь поднял. Вот, дергай. Видишь, ты маленькая смычка. А теперь остановись мячу, как она вниз держит, она будет четверть, тоже с точкой. Только кисти отпусти вниз. Смотри. Да. Хорошо, только, а теперь, у тебя только в два раза быстрее смычка в десятик. А защита так же активнее, не убираешь. Хотя здесь, надеюсь, нужно, ну и по другим деликам, конечно, здесь. Раз, два раза быстрее смычка в десятик. У тебя получается. Давай. Вот. А теперь сделай так, чтобы это от руки было не смычок, не гляд. Кисть перестала работать. Сейчас я одену кисть работать, а пальцы стоят. Пальцы не амортизируют. Кисть работает не ради кисти, а для того, чтобы амортизация лучше была. Вот. Вот. У тебя на велосипеде есть, молодец, да? У нас ты иди катаешься, да? Для чего? Чтобы тебе по кочкам удобно было ездить, да? Ну вот. Вот это. Ты же самый амортизатор. Давай. А мне пальцы над ними играешь. Вот. И вот этот крючок, он немножко все-таки должен быть живой, да? Вот этот вот. Он тебя просто вот в цепи задел. Вот пальчик. Я не говорю, что так, амортизация. Вот. Вот это амортизация. Вот. Но они живые. А получается вот. И вот, знаете, блокируются все. Понимаешь? Ну, давай. Немножко развивать надо. Ну, мы всыпились первые ноты, но, в принципе, это самое главное, это характерность всего этого дела. А мы посмотрим потом буквально два литра, которые тебе хочется здесь. Ну вот. Кричал, кричал. Вот это вот. Я думаю, что у нас кисть работала, она не обязательно нам полностью вертеть вот на таком вот. Вот достаточно иногда, вот, чуть-чуть раз, видите, как тут. Вот этот промежуток. Фаландов. Видишь? Вот этот промежуток между первой и второй фаландов. Вот. В принципе, иногда вот на этой фаланды. Иногда чуть-чуть выше. Вот это вот. Вот на нем идет вся основная работа. Вот эта кисть, естественно, вот можно будет опускаться. Понимаешь? Не понимаешь? 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 Не надо никакие дела. Давай. Смеси-меси. Вот не хватает амортизации вот этого. Вот этого амортизатора. Вот этот амортизатор работает, а этот нет. Там же два взгляда, да? Вот, 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 вот. А теперь, а теперь, посмотри внимательно, что внутри написано. Это очень важный момент. На дальнейшее. Две точки стоят. Над четвертью и над восьмой. Дорогей, стоп! Как это понимать по длительности? Соотношение четверть и восьмая должны остаться таким же, но обе ноты сокращены, значит четверть сокращается одним способом, а восьмая другим способом. То есть, конечно, есть такое старое понятие. Видите ли, ну, четверо-стоточка над нотой, да, наука, раньше или тридцать в два раза. Я не люблю. Когда в два раза, когда в полтора, а когда и в три, зависит от характера и контекста музыки. Ну, предположим, возьмем этот пускулат в два раза. Значит, просто вот для того, чтобы там было понятие чего-нибудь другого, значит, здесь должно быть восьмая, правильно? А здесь шестнадцать. Подлетим. Та-па-па-па-па-па-па. И этот, опять же, абсолютно уверенно. Всегда. Пучок-зал. Постановимся. А дальше у нас уже на этой основе получается характер жиги. Пробуем. Целиком. И трансап сказал. Ну, это заменяется, реально. Давай. Раз-два-два-два. Вот так. Раз-два-два-два. Зачем ставить синий? Что это означает? Так же. Так вот, а почему ты стал длиннее единым? Четвертик. Вот, 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 вот. Жига. Ты потом этих жиг наиграешься очень много. Они, у нас, знаешь, есть сюиты, бафы, и каждая часть, и каждая сюит заканчивается чем? Правильно. Вот, шесть жиг минимум тебя ждет, потому что ты способный мальчишка, и я надеюсь, что ты в перспективе всех переиграешь. Так вот, и все они имеют определенную артикуляционную основу. То есть, та-та-та, в таком случае, эта артикуляция должна сохраниться в силу. Та-па-па, па-па-па-ра-та-ра-ра. То есть, вот это залегонные ноты, а сам надолго вот это. Та-та-та, па-па-па. И вот с таким характером. Когда ты говоришь раз-два, раз-два, не только раз-два, раз-два. Вот. Вот. Раз. Раз-два. Ну-ка, теперь мы так скажем. Пустой так, раз-два, раз. Давай-давай. Раз. Раз-два. Да. Раз-два. Вот. Вот он и здесь загадывает. А здесь то же самое, только добавляешь яркость, даже не громкость, а яркость. Тем более лишь пустая струна. На самом себе он уже ярче играет. Так как у нас мало времени, чтобы буквально один-два кусочек, которые... Уже все время говорю мало времени. Разве это хорошо? Показываем. Банны. Стоп! А что зачем мне надо сделать? Вот здесь. Зачем мне надо сделать? Стоп! А дальше что-то произойдет? Нет, стоп. Вот сейчас по-другому. Два форта. И все-таки это Шостакович. Уже другой характер, уже другая температура кипения. Понимаешь, творчество Шостаковича обладает одним качеством, которое надо все непременно делать, если он написал во форту, то это, в первую очередь, предельная, ну как бы тебе сказать, предельно драматичная и искренняя, рвущаяся из души, какая-то сердечная большая боль, ну вот так это называется. Я не буду говорить крик, я не умею это слово. Но если именно на культурный основе, на предел чего только возможно. Да? Это первое, второе. Штрих. Вот такой. Здесь, пожалуйста, пробуем. Почти пол смешка. Больше на даташе. О! Снова кипит, чтоб не смущет, не болтаст. Раз. И, 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 и. Вот так же не будет. Это может не болтаться, а время будет вот так вот конец вертеться. Нет. Абсолютно ровно по-моему. Давай. Слепи. Прекрасно. Теперь следи за нотами вверх, а не дорабатывай до конца. Давай. Во! Молодец. Дальше. Вот, пожалуйста, вот это все это на да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не показывать, а приживо чувствовать. Не меняя ритма. Прямо вот отсюда. До-до-до, то есть до-до. Вот отсюда. Отсюда ты же, да? Видишь? Да? Любую ноту поставь, одну тоже. Все ноты, все интонирования, да. Это служит внутри тебя. Вот, ребята. Все вот это услышали. Давай. Симпрематируем. Ти. Да-да-да-да-да. А почему он ушел? Та-да-да-да-да-да. Видишь, тут штрих был, а здесь надо заэкономить спучок. А звук должен быть одинаковый. Вот, вот тут ближе, только смотри, зачем, зачем, когда можно скорость и смешка сделать Получше тот же вероятный Больше, сколько, больше! Сам слышь, как слышно? Ну, это надо? Тогда спасибо, молодец!